Нашла, нашла, он меня перекрылся. Подальше, отступи маленько. Дальше, дальше, еще дальше туда. Отклонись. Вот так. И больше не приближайся, не забывай об этом. Говори. Я уже даже не знаю, с чего начать-то. Ну, я, может быть, начну. Вам слышно, да? Так, хорошо. А то у меня голос... Хорошо, слушай, Екатерина. Мы все записываем, выставляем в интернет. Ты не против? Нет. Ну, все, слушаю. Что нет? Скажи, не против. Нет, не против. Вот все, умеешь. Прошу извинения, у меня голос немножко. Я еще это самое. Болею, то и на этот. Ну, ладно. Хреплю немножко, голос не очень. Вот. Ну, я если хотела сказать о начитке вопроса сначала тогда немножко. Там очень много было, много искушений, сложностей. Я не знаю, как у других. У меня, видать, не знаю, проблемы, ну, не проблемы, скажем. Сложности то ли с голосом, когда я начитываю, но то ли с микрофоном, но с микрофоном я не знаю. У меня ощущение было сначала, может быть, я бракованный купила. У меня, знаете, как получается, я иногда начитываю ролик и потом, начиная прослушивать, проглатываю некоторые буковки. Вот я пыталась несколько раз начитывать. Вот тут недавно, например, взять 6 роликов, наверное, в течение 6 часов. Вот пытаюсь по несколько раз один ролик. И начинаю проверять все равно, где-то вот такое бывает. И не могу понять, может быть, это что-то у меня. Потому что последние годы читала я вслух мало. Приходилось мне читать только если когда ездила по святым местам. Там мы дорогой читали вот такая, но дорогой читать было сложно. И стараешься как бы громко читать. Но здесь у меня громко не получается. Потому что, как бы, я не знаю, со связками что-то мне просто не хватает. У меня голос начинает пропадать, может осыпнуть. Поэтому я начитывала немножко тихим голосом. Без ошибок совсем не получается. Я только старалась, чтобы Евангелие было совсем без ошибок. Иногда бывает, прочитаешь, начинаешь проверять. И смотрю, Евангелие, значит, либо где-то одна ошибка, либо цифру там, стих неправильного. Я не знаю, внимательности, конечно, нет, наверное. И начинал начитывать по новой. Самое главное, чтобы не было ошибки в Евангелии. Вот самый интересный случай был, например, когда я... Там было, значит, что означает двунадесятые праздники. Вот, я начитывала несколько раз. Получается, все равно, что... Ну, начинаешь как бы ошибаешься. Не нравится, начинаю по новой. Потом, значит, все-таки до конца сделала. Думаю, ну ладно, наверное, как бы получилось. Начинаю, значит, этот ролик еще раз просмотрела. И думаю, интересно, сколько же я раз начитала, чтобы получить вот результат, который мне хотя бы понравился. Я так пересчитала, и оказалось, что он двенадцатый. То есть от двенадцатых, от двенадцатых праздников, да? И получается, что интересно, случайно, только с двенадцатого раза он у меня получился. А потом, значит, один ролик, когда было... Как вы относитесь к числу тринадцать? Там я, значит... Ну, я специально, конечно, не насчитывала. На праздниках двенадцатых там просто у меня какое-то побуждение было посчитать. А до этого я не обращала внимания. А вот этот тринадцатый ролик я начитала почему-то сразу. Потом посмотрела, думаю, надо же, с первого раза он у меня получился. А потом думаю, я же сама тринадцатого рожденная. Тут как бы так интересно получилось. Ну, у меня ещё, скажем, давно такая есть ситуация, которая... Я вам сейчас, наверное, расскажу немножко, как я слышала вы на собрании. Преподнесу вам также её в виде притчи. Вот, скажем... Ну, это будет, наверное, понятно. Скажем, в одной семье жил три сестры. Старшая, младшая, средняя. Вот. Уезжает у них отец далеко и поручает, как бы, младшей сестре присматривать и озаботиться за старшей и средней. Ну, вот, младшая заботится, старается, как бы, да. Спасаться же хочется. И вот она, значит, приглашает, ну, живут они все по отдельности, но поскольку, значит, младший и средний возраст у них ближе друг к другу, они чаще встречаются, они больше понимают друг друга. И младший говорит ей, давай так договоримся с тобой, если мы будем спасаться, я тебя буду обличать, а ты меня будешь обличать, и мы будем так и справляться. Потому что со стороны бывает виднее. Ну, да, соглашается, конечно, но когда приходит сильное искушение, она не всегда об этом помнит. Бывает иногда сразу, ну, как бы прогневается, а потом уже понимает, что, да, это полезно. Но, значит, со самой старшей, которая возраст более у неё в отрыве от этих, ну, более старшая, с ней сложнее. Со временем, ну, в возрасте люди, в общем, у неё она сильно обидчивая и, бывает, любит спорить. Ну, поскольку она в семье всю жизнь командовала, там, и муж, и дети, и семья, она привыкла вот командовать, и она как бы не позволяет никому. Ей всегда кажется, что если ей делают, какой-то дают совет, то ей кажется, что над ней командуют. Вот, и, а этого, это ей, ну, не нравится. И вот, был такой случай, например, несколько раз, конечно, они собирались, но поскольку они живут же не вместе, они собираются, и всё у них какое-то время хорошо. Ну, потом враг, конечно, пробежал между ними, и старший сраб перестал к ним приходить. Вот, они какое-то время не видятся, но потом, значит, младший, поскольку надо заботиться, она, значит, созваниваются они. И вот, как старший звонит, и там рассказывает о себе, младший видит, что, как бы она, скажем, ну, как жена Лотова, не оглядываясь вспять, она видит, что враг подступает к ней, и как бы она, ну, как скажем, чтобы не было, скажем, духовного падения, она её предупреждает. Выслушав, она просто говорит ей, не оглядываясь вспять, как жена Лотова. Ну, на этом речь, значит, закончилась. Потом, значит, в следующее воскресенье они должны были собраться, старшая сестра не приходит. Получается, она затаила обиду, вспомнив ещё обиду, которая была год-два назад, и начала это копить. Младший, ни о чём не подозревая, она даже же не знает, она даже об этом и не думает. Вот. Средняя, с младшей они встречаются, продолжают, и только потом, значит, приглашают старшую, какое-то время проходит, может, неделю через две, она успокоилась, приходит к ним. И вот они собрались, у них там и гости были, Евангелие, значит, они почитали вместе. И тут, получается, так, ещё одно искушение. Близкая родственница ещё одна сообщает, что видела она там старшую там-то, там-то, и говорит, тоже беспокоюсь за её состояние, как бы вот она духовно, ну, малой, всякой же, мы хотим спастись, давай ей дадим совет. Такой-то, такой-то. Ну, младшая сестра опять за своё, она говорит. Причём надо было, наверное, один на один сделать, но получилось так, что, не задумываясь, она ей высказывает при всех этот совет. Мы вот тебе советуем так-то, так-то. Будь осторожна. Та немножко, значит, сразу, получается, у ней вскипает, и она вспоминает прошлую обиду, потом двухгодичную обиду, там у неё всё, видать, опять вспыхнуло, и эту обиду, и она вскипела. Начинает оправдываться и переворачивать слова, она не понимает, что желают ей добра. Конечно, она уходит быстро, хлопнув зверю, и на этом как бы опять. Мы, значит, получается, как вот, договор с ней, конечно, не был обличать друг друга, но здесь понятно, что если она не терпит даже совета, то обличения она терпеть не будет. Ну, человек, если сильно обижается постоянно, ну, неправильно понимает слова, причём всегда требует от всех любви, особенно от младшей. Ну, ей почему-то всегда кажется, что она над ней командует. И она говорит, вот, вы должны проявлять любовь, вы не так делаете. Если что-то, она средней сестре жалуется. Вот, она меня достала, вот так-то, так-то, надо делать так-то, я вас старше. То есть она на возраст пеняет. Ну, младшая говорит, ну, поскольку мы все как бы духовно на равных, стояли на одной дистанции и равны были, да, если мы приняли вместе, полное погружение, всё вместе, то здесь мы пошли на равных. Ну, если кто-то бежит немножко вперёд, ну, никто же не мешает вам ворваться вперёд и бежать. Вот. Здесь уже на возраст младший не смотрит. А старший, вот, ей это обидно. Здесь, наверное, нужно младшей смотреть на возраст, но здесь сложно, опять-таки, было несколько таких моментов, что младший думает. Ну, как бы, зачем мне это надо, заботиться о них? Наверное, можно же о себе только думать, спасаться самой, ну, самой как бы, да? Зачем брать о них? Они уже взрослые, самостоятельные, они также много знают. Вот. И как вот здесь сложно прервать вот эти отношения. Там уже старшая, она понимает, что однажды у них раз, значит, была такая скорбь, что какое-то время они не встречались, потом начинает встречаться, враг начинает опять пробегать, и она понимает, что она обижается, что нужно примириться. Они, конечно, прощения просят у друга, ну, дело в том, что никак не получается. Вот как быть в той ситуации? Действительно, им только на расстоянии получается. Близкого общения не получается. Как только близкого общения, обязательно враг пробегает. Потому что человек, наверное, не видит. Ну, прямо в глаза высказать, конечно, не пришлось, поскольку она старше. Вот так высказать в глаза, что ты обидчивая, что ты любишь спорить, а она это не воспринимает. Как вот быть? Молиться, продолжать дальше? Встречаться, не встречаться? Вариантов-то много. Главное, что человек должен помнить, что он умрет. И умрет, может быть, сегодня, а может, через час. И вот с этой позиции надо все рассматривать. И Карахова напишет, что помни последнее твоё, сейчас, и вовек нести грешишь. Какое грешить-то, когда я могу потерять всё царство и оказаться сатаной? Вопрос у меня тут. Когда человек обижается, означает, что он не сделал первый шаг. А первый шаг, отвергнись с себя, ступеньки. Вторая, возьми крест. Вот это поношение, обличение. С радостью ты имей. И третья, говорит Карахова, следуй за крестом. Считай его заповеди исполнения, на что не смотришь. Ни погода, ни товарищей, ни система, ни смена власти, ни тюрьма, ни свобода, ни здоровья, ни болезни. Наследование за Христом не влияют. Он с нами. Он подаёт исцеление. Он берёт на руки. То есть всё это ему принадлежит. А мы должны довериться. Вот она, как можешь сказать? Ты ещё не можешь сделать. Как всё сделаешь, если она замкнулась? Ожесточившийся брат, неприступнее крепости. А в крепость надо и лестницы ставить, и штурмовать, и терять. Это трудная работа. Очень даже трудная. Ничего не сделаешь. Молись. Если она не думает встречаться, не настаивай на этом. Подожай молиться. Насильной мил не будешь. Это и поговорка говорит. Глава это всё сказала, сказала, договариваться не надо. Вот это вот она договорится. Ты меня, я тебя. Надо смотреть. Действительно, к старшему у тебя отношение будет другое. Раз она старше, значит, ты всё это имею в виду. А мало того, когда нужно сказать старшему, то как раз и произнести. Не обидишься? Я тут хотел тебе помочь сказать одно дело, заметил. Кому? Мне? Да. Ну, только давай приготовься. Давай помолимся. Я скажу, чтобы ты меня не обиделся, потому что я тебе очень дорожу тобою. И вот так как-то надо подойти. Не то, что я никого не боюсь. Я скажу, я ему сейчас выговорю. Ну, ладно, сказал один раз. Тебя выгнали, на этом всё закончилось. А это именно всем, Павел говорит, делается для всех. Они разные. Ну, конечно, когда разговаривает мужчина с женщиной, тут слишком большая разница, и женщина не должна вообще говорить. Учить не позволяю. Учить по Писанию или как-то не позволяю. Ну, и не властвовать. Она любит властвовать. Тоже ничего не сделаешь. Женский ум и мужской – это абсолютно разное. В делах житейских, Иоанн Глатоуст говорит, она может быть острее мужа. А в делах божественных, вот мы знаем, Глатоуст, 12 томов. За 2000 лет скажи, кто написал из женщин? Ни одной вокруг Христа, ни одного апостола не было. Избирает 12 – одни мужчины. 70 – одни мужчины. А что не было разве? Были. Были Андроники и Юнии. Были такие, считаемые, Акила и Прескила. Но нигде мы не видим, чтобы Прескила ущила Акилу. Нет этого. И поэтому там проще. Вот по ранжиру. Слушайте, исполняй все. Божественные вопросы, проповеди мужчины-глава. Но у вас женщины обе. И тут сильно давить-то на возраст и приходится. Если неправильно поступаешь, что тебя обрещают, тебя стараются вытащить из этой прорвы, из этой ямы, куда ты уже свалился. Но это мы разговариваем, когда двое. А когда вас должно быть двое, а я третий. Тогда бы вы легче догадались. Знаете ли она притчи? Как смотрит? Какую молитву считает на умещение сердец? Ну и все. Поговори, чтобы человек это понял. Вот я рассказываю про одного Портнова. Портной. Ну, Портной, так Портной, он знает, как шить. Он материю берет, намачивает ее и стягивает. Поэтому то, что у него надо было шить, допустим, одну шапку, а он растянет так-то, у него получается полторы. А когда две, видишь, из трех, он уже одну лишнюю сшивает. И у него накатывают разные куски. А человек потом походит, первый дождь его сдавило, он говорит, что-то такое меньше стало. Да не знаю, материя такая. А он отрезал от нее. Надо шить, не натягивая ничего. Ну, он видит это дело. Ты однажды уснул и видит, лежит на спине, у него изо рта дерево выросло, у Портного-то. И там разные куски висят, материи, которые он где-то там кому-то сократил, где-то. Он страшно испугался. Проснулся, сон рассказал, жене-то. Вот так. А у сына учит на Портного и говорит, Ваня, ты как только увидишь, что я беру, там режу-то, ты сразу скажи, тятя, а дерево помню. Он говорит, ты не делай так, я тебе там буду помогать. Сейчас я покажу. Ну, ладно. Вот он сидит, там щакает, шьет, режет. И видит, материя дорогая, цена. Он говорит, тятя, а дерево? Он вот так ножницы раскрыл, дурак. Да такого куска там не висело. Там много было разных, а такой-то не висел. Он прямо в глаза ему. Ну, и еще получится. Ты должен, наоборот, поблагодарить и дальше. Да, такой ситуации у вас не было. Ну, что, что не было. Все равно, ты веди себя так, как в присутствии Христа. Вот. Много говорить не надо. В таких случаях все проходит мимо. А еще как выше? А лучше промолчать. Вот у меня была история такая. Я сижу в тюрьме, а в это время допрашивают знакомых. И одна молодая. Она мало была среди нас. И она начинает говорить. Вот для слова Божия нету, что там в книге написано. Она отзывается, что говорят, у него там то-то, то-то есть у меня там дом в Алма-Ате где-то. И говорят, что у него и книги баптистские есть. И она говорит, ну, почему-то ее в суд не вызвали. А ей 16 лет. 16. Прошло время, я вернулся, проходят годы, она уже бабушкой стала и пришла к нам на занятия. Заплакала и перед всем народом все это рассказала. Это мои родители меня заставили. Я ничего не знал. Они мне там дали, потренировали ее. Ну, она следователю говорила, но ее в суд не вызвали. И она пришла, тут обняла, все по-хорошему. Но это держалось, может быть, года два. Дальше опять она приезжает с внучкой, с сыном, со снохой, принимает крещение у нас в Потеряевке. И они сразу отошли, отпали. Отпали, мир захватил свое. А она еще маленько подержалась, чем-то заболела, какая-то у нее рожа там началась. И все. Теперь даже ничего ей не говори, какие беспорядки в церкви делаются. Что вы, да тут, да то другое. Я вижу, человек не трудился, и это она избрала легкий путь, тем более она там к храму прям рядом живет. И это как раз. И что говорить? Ничего. Только молюсь. Она не воспринимает. Во-первых, ей это легче, родители теперь на нее не нападают. Она говорит, а я вас слушаю, и что вы тут в интернете? Ну, что ты слушаешь? Другое дело занятие. Когда мы друг друга видим, слушать тоже хорошо. Ну, ты же воспринимаешь, что в церкви все это ладно. А в церкви не ладно. Кому Бог открыл, а тебя не видят, что там бедлам, там такая разруха. Патриарх проехал по северу и говорит, духовная развалина. Патриарх Кирилл. Восток. А это нет, поддакивает, ну, любвистый называется. Всех она любит. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела. Одним словом, всех люблю, никого не осуждаю. И она в это впала. Я побыл, вижу, бесполезно. Говорить еще не надо. А то она не пропустит, чтобы не обнять, не поцеловать. Все. А почему? Слишком много потеряно. А это многое ставит ответственность. Как ничего этого не оценила. Она ничего, кроме хорошего, не получала. И вдруг прощения получила за то. Но восстала. И дальше-то сатана сразу защистку делает. И на этом все. И душа снова опустошенная. Да, она сидит, да, находит в храм. Но все, что там делается, ей теперь это не касается. Она видит там даже, я уже не знаю, что. Вот я видел, один зашел в шапке, в храм, с папиросой, папироса дымится. И с собакой рядом. Зашел в храм и стоит в очереди за свечами. Я когда подошел, ему потихоньку вызвал его, говорит, что нельзя. Он вышел, что? Я говорю, в храме нельзя в шапке. Нельзя? Я не знал. Вот так. Я говорю, и куришь папироса дымится. Но я же не курил. Но она дымится. Да и с собакой нельзя. Храм освещать надо. Но я только ему это рассказал, и все. Никольский собор у нас на Ленинском. В это время подбегает молодой человек, это видно моих прислужников. Вы что ему тут говорили? Я говорю, да, так недружественно прямо. Что ему говорили? Я говорю, что в храме нельзя это делать, что на улице делает. Это храм Божий-то. Ну, что этот служка, который не сам прибежал, которого послали, видя, что я сказал. Ну, он вышел. У них мысль такая, что я его куда-то увел от православия. Понимаете? Почему? Ему и мысли такие приходят. Потому что старшее поколение, они долбят и долбят одно. Мы еретики, мы сектанты, мы протестанты, ну, и раскольники, там, все псевдо-православные. как он заиграл сразу. Вы идите у своих, баптиста там учите, наших людей не трожься. Мужчина стоит, ничего понять не может. Думает, что ему, с собакой теперь заходить или? Ничего. Поморшимся, переморшимся. Благодарение Богу. Если бы не было, я бы вам этот случай не рассказал. А он официально. И они этого не понимают. Вот мне сегодня ночью, там из Красноярска, близкий мне Юрий Соболев. И говорит, недавно я вам писал, тут с одной баптисткой молодой познакомились, но у них-то мои материалы есть, они на основе материалов с ней. И она стала склоняться. И недавно, неделю назад или сколько, она пришла, я не знаю, крещение приняла или нет. А за ней другие потянулись, баптисты, которые знают ее. А там их, который имя руководитель был, пастор называется, он там залитовал, говорит как. От него все. Он бы пришел, послушал, и, глядишь, его бы Господь коснулся. Тут люди говорят по слову Божию, по святым отцам, по канонам церкви. А там мне известия такие идут. Мне уже и того жалко. И это, спрашивают, сколько беды делают масоны. А я им объясняю, кто они, когда возникли, знаю это. И с их стороны, они же не думают, давай сделаем плохо русским будет. Или хорошо там, мусульманам. Нет. А они думают, как управлять миром, чтобы не было убийц, не было воровства, все было под контролем. Маленько, чтобы понять, ты должен одним из них быть. И ты поймешь, что там очень хорошие люди, но Бога не знают. И поэтому вместо Христа они воцарят дьявола. Вот это плохо. И исполнится 8.44. Ваш отец дьявол. Вот так. Много не говори. Игорь Михайлович, можно прочитать стих уже? Просто вы, наверное, не слышали, я-то сейчас уже не пишу, просто последний вот написал, а сестре посвятило. Спаси меня, Христос, за халву и за ложную на меня молву. Спаси тебя, Христос, за бутерброд и за камень и мой огород. Ты перевернула мои слова, удивляюсь, как так смогла? Совсем не приняла наш совет и дружба свела на нет. Ты злую мысль от врага приняла, она как птица гнездо свела. Давнее я имбидо в душе всплыла, чем и благодать от тебя отняла. А мы, давая тебе совет, оградить хотели от многих бель. О спасении забота, поверь, ты же ушла, сильно хлопнула дверь. Не стерпела, вскипела, как чайник, мне ж будто я для тебя начальник, а ничего такого и в помине нет. Я ремень на обуви от штиблет, я всего лишь серая мышка для кастрюль и банок крышка. Всякой душе я желаю спасения и будущего во Христе воскресения. Да, светит нас с тобой и Христос, враг не снесет наш дом под откос. Как же на лото не вернемся вспять и благодать обретем опять. Давай примиримся с тобой, сестра, чтобы не коснулась нас ада, искра. Давай призовем в душу мир Христов и получим свободу от вражих оков. Ой, простите, сложно мне болеть еще. Ну, за это будет недовольно. Ну, не читала, читать нельзя, сразу скипит. Что ты из себя воображаешь, кто ты такая? Да, да. Ничего тут не остается, как молиться. Конечно, иметь таких друзей, которые бы выслушивали и все как надо, но она старше, ясно дело, где-то промолчать, где-то не сказать. Ну, надо просто конкретно. Игнатий Тихович, недавно одна сказала женщина, якобы ей сказала одна, но она имеет как бы связь с нашим священником, в храм, в который я хожу, говорит, ой, я с ними очень хорошо дружу, с этим священником, я их знаю. Вот они сказали про Катерину, мы за ней, как она говорит, мы за ней следим. Вот, она как сказала. Мне так смешно, конечно, показалось, я говорю, да я вижу, за мной весь храм следит, не только священники. Все, наверное, смотрят, как я, чего я делаю, куда я пошла, пришла я ли, не пришла ли. Вот заняться же им больше нечем, как только за мной следить. Последний раз был интересный, вот там ролик, когда мы ходили Евангелие раздавать, так интересно, Господь вразумляет меня. Думаю, ну как быть-то? Проповедь не всегда получается. И приходило, знаете как, народ идёт, когда на меня через переход, и приходилось прямо выкрикивать слова вместо Евангелия. Естественно, люди шокированы, они пугаются, однозначно принимают за сектанку. Один даже, вот мне понравился, правда, один мужчина решил меня, как говорится, проверить, проходя мимо, он говорит, ну-ка перекрестись, проверить меня, сектанка я ли нет. Я говорю, верую, да я во имя Царь, Святаго Духа, аминь, исповедуем Святую Троицу. И он сразу мимо пошёл, как будто меня не видит. Спросил, я ответил, и дальше побежал. Сектант один попался тоже, да, он говорит, у нас книга 66, это вы, вы прибавили. Вот, а я сначала-то не поняла, объясняя ему, думаю, человек просто не сведущий, не знает, что надо Библию читать 77 книг. А только потом до меня дошло, что вот он сектант 66 читает. И что интересно, вы говорите, один стих видят, и он мне говорит, вот в крови не сказано, кто прибавит, Господь язву наложит. Вот видите, интересно так. То есть один стих они видят, а другой рядом стоящий они не видят. Ну, единственное, что там говорит, они же переходят, задерживаться нет, каждый бежит по своим делам. Я только ему крикнула, что он вне церкви, больше не успела, как бы так, что-то переговорить-то. А со своими сложно. В храме сейчас не получается. Те, которые ходили, я говорю, живу как в болоте. Сложно, конечно, когда ты одна. Хорошо, если есть одна сестра, которая понимает, а так остальные считают, что, возможно, я в прелести. отошли, ну, решили, что делай ты как хочешь, а мы будем так, как мы знаем. Получается вот так. Ну, ладно, успокойся, спокойно будьте, чтобы у тебя сон был хороший. Думай о том, что на суд предстанем все мы. И ложку меда. Медленно-медленно слежи ее теплой водой. Только не запивай ничего, чуть-чуть, чтобы тебя прошло. Можно вечером выйти погулять, подгуляя и под звездным небом поразвышляя. И на этом все. А как-то где-то Господь представит случай, где ты ее коснешься, обиженную тобой или тебя обидевшую. И, глядишь, оно может как-то случиться. Но бывает, что человек никаким видом не примиряется, не идет. Но это путь он избрал. Он идет этим всем. На словах-то примирение есть. На словах. Но дело в том, что... Ну, тогда надо брать на это. А не так. Ты говоришь, а на самом деле ты не такой. Это никуда не годится. Женщины не очень неизвительные, вредные, малоумные. Поэтому даже самая хорошая женщина по сравнению с средним мужчинам она прогадывает. Вот в Англии сделали исследование там на всех слоях населения. Разум женщины на 25% ниже мужского. Во всех вопросах. Какой бы ни был. Это так же и в духовном. Почему одудержавен Бог ни одна женщина не написала. Она же не церковь. Могла написать. Нет, нету. Хотя вот у протестантов у них есть и женщины, которые... Да. Людмила Плетт вот это бывает такое, говорит, воспитательного характера. Где-то она там берет и очень сильные. У нас и патриарх так не скажет. Но тоже она где-то была в Африке, а теперь разошла в системе отдельно. Игнария Технич. Хотела еще... Я тут посмотрела Галина Загуляева. Ой, Загуляева. У меня все почему Загудаева? Потому что мама была... Ну, у нас тоже Загудаева была в деревне. Фамилия такая. Мамина подруга, они работали вместе. И почему так в последнее время вот она у меня из головы. Начиная с Загуляева, мама у меня почему Загудаева вылетает. Похоже. Она там рассказывала случай, что такое, когда ее парализует и страх внутри. А я хотела рассказать своих два случая у меня было в жизни. А, даже, наверное, три. Ну, мы с сестрой тут с одной поговорили, она говорит, да, у меня таких случаев много, враг нападает. Всегда так бывает. Она говорит, когда приближается, и он и касаться может, и страх находит, когда начинаешь молиться, он отходит. Я говорю, а у меня был вообще интересный случай. Раньше на исповедь сходишь, у нас как же, писать можно? Ну, напишешь, потому что толпа, все у тебя тут рядом стоят, и как бы, чтобы не забыть, бываешь, напишешь список, потом придешь домой. А, упустил момент. Это я прочитала у Житя святых, не помню, какого святого. Вот он сказал, советовал, например, записывать каждый день свои грехи, и тогда увидишь каждый день, в течение недели, например, какой из них преобладать над тобой. Это сразу будет видно. Думаю, решила я попробовать. Думаю, записываю. И у меня была где-то старая стенка, шфанер, я там прятала, значит, спрятала. Но это было давно, дети маленькие, они спали в зале, например, где как раз и стенка, шфанер был. сын, он помладше, он засыпал раньше. Я ложилась поздно, может, часом 12, и вот как-то захожу, а дочь на 7 лет, ну, ей лет, может, 15 там было. Что-то я зашла в зал, что-то взять, но уже время-то позднее, дочь не спит. И она мне, я говорю, ты чего не спишь? Она, мама, кто-то ходит, я боюсь уснуть. Я говорю, так в квартире нет никого, я и двое детей, они вроде спать должны, а она не спит. Она к мне страшна. Я говорю, а где ходит? Она мне показывает вот это место, около шфанера. Я сначала-то не поняла, а потом до меня дошло. Я вспомнила, там я прятала свои вот эти написанные грехи. Ну, я утром ей рассказываю, так понятно, кто ходил. Там раз грехи лежат, бесы и ходили, я их сразу сожгла. Вот. А подобный случай был такой, что тоже, когда записываешь, поскольку я живу в квартире, пятый этаж, не всегда где, сжечь-то негде, дачи у меня нету, на улице не всегда побежишь гулять, как бы я не люблю гулять, не привыкла, нет у меня. Дом, работа, бегом, бегом, все какие-то дела, просто так гулять я не хожу. И вот коплю, коплю эти всякие там бумажки разные, бывают грехи там, и как в деревню поеду, маме отвезу. А у нее русская голландка, и она говорит, я их там сжигала. И вот однажды она мне звонит, да и потом рассказывает, еще покойная, она сейчас уже умерла, конечно, это когда она живая была, и она говорит, больше мне не привози никаких грехов, ты знаешь, как у меня, затопила голландку, как начала выть, там завывать, уууу, говорит, я молиться давай, на колени бросилась, говорит, думал, голландку разорвет, шум, бой, такой был, страх у нее, волосы, говорит, дыбом у меня. Я говорю, ну вот эти все такие моменты, это все равно Господь показывает, разные случаи, потому что не всегда люди верят в Бога, иногда они верят в бесов, что они есть рядом, вот, и эти разные проявления, я так думаю, и для детей может быть полезно, чтобы они как бы призадумались, что что-то есть, кроме нас, живущих, осязаемых, видимых, есть рядом невидимые, вот, а один случай был, это был очень давно, еще сын у меня маленький был, тоже мы в деревне когда были, мы тогда, помню, причастились с мамой в одно время, но я сейчас точно не помню подробностей, но суть в том, что что-то я не допустила маму к сыну, вот я не помню, что произошло, но главное дело, в эту ночь как раз вот поздно, враг жил и любит нападать в ночь, и вот я тоже уже на грани сна, наверное, была, или спала уже, проснулась, и чувствую, меня все тоже сковало, и страх такой, и что-то на ноги, как будто навалилось, ну, все как говорят, барабашки их называют, сейчас все как хочешь можно назвать, естественно, я тогда уже знала, поняла, что это враг, вот, и я сразу воскреснет Бог, и когда так сказал мысленно, конечно, все отошло от меня, сразу отошел он, и я все думала, вот, вроде интересно, причастилась я, а Господь попустил, и я поняла, что пока, пока это надо, что я неправильно поступила по отношению к маме, все-таки она мама, она старшая, она бабушка, вот, ну, тогда у нас не было, конечно, полного погружения, тогда всего лишь было мочение, как говорится, и у нее, и у меня, вот, тут получается, что враг может подступить в любой момент, таких случаев сплошь и рядом, даже если священникам рассказываешь, они говорят, то это чуть ли не с каждым случается. Ладно, все на этом. Да, и хотелось еще спросить, как... Каждый день помним, поминаем, молимся. Да, Игнать Тихонович, как мне вот быть там, сколько вопросов уже заканчивается, нет, сейчас у нас карантин везде, как говорится, школа у нас не учится, но мы работаем, продолжаем работать, сто недель, у меня дежурство просто перенеслось, это вот сейчас у меня было... сама смотри, определяйся, что я могу сказать. Я же не могу сказать, что я сегодня закончу. Время есть, лучшего не жди. Понимаю, что сегодня самый благоприятный момент. Мы потом это время будем вспоминать, да как же я мог думать, что болею, когда ничего не сделал. Ну, думать надо. Никогда не обращай внимания, болит, не болит, это естественно, раз земли, земля зовет свое. Так, отхожу пока с Богом. Все, спаси Христос. До свидания. 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 Продолжение следует...